27 декабря губернатор Тверской области в правительстве провел традиционную предновогоднюю встречу с ветеранами Великой Отечественной войны. О чем шла речь, расскажем прямо сейчас. 2020 год объявлен президентом Владимиром Путином Годом памяти и славы. Тверская область уже начала подготовку к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Хотели сегодня с вами посоветоваться по этому вопросу, чтобы вы считали правильным еще добавить в этот объем наших дел, мероприятий. Главным событием юбилейного 2020 года станет торжественная церемония открытия Ржевского мемориала советскому солдату. Игорь Рудене сообщил, что сегодня идет активная работа по созданию мемориала. На начало следующего года уже запланирована установка памятника на монумент. Наступает Новый год. Это особый год. Это 75 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это один из лучших дней. Также на встрече шла речь о сохранении Верхнеболжья воинских захоронений, монументов, которые уже установлены. Как отметила Гору Дени, этому вопросу в настоящее время уделяется пристальное внимание. Губернатор рассказал ветеранам, что в регионе стартовал проект по созданию 3D-моделей каждой скульптуры, которая позволит восстановить все памятники, посвященные войне, из современных долговечных материалов. Мы планируем воссоздать точные копии этих памятников, только уже из современных материалов, таких как архикамень или архбетон, которые могут уже стоять более длительное время на улице, непосредственно, не боясь атмосферных рассадков. Среди других тем разговора – медицинское обслуживание ветеранов, вопросы демографии, благоустройство городов и районов, развитие инфраструктуры. Ну и, конечно, пожелания в новом году. Появится хороший транспорт, мы радуемся этому, что сельское хозяйство у нас будет хорошее, мы радуемся этому. В настоящее время я работаю, хотя мне всего только 95 лет, подумайте. Вот так она, жизнь идет своим чередом. Какое пожелание на год? Чтобы у всех было хорошее здоровье, крепкое здоровье, чтобы область наша процветала во всем, чтобы жизнь была хорошая. Все вопросы, возникающие у участников Великой Отечественной войны, находятся на личном контроле профильных министров, которые также присутствовали на встрече. В том числе вопрос, связанный с транспортом и обслуживанием. Игорь Удене поручил министру соцзащиты население проработать дополнительные льготы для этой категории граждан. В завершении разговора за чашкой чая Игорь Удене поздравил ветеранов с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Пожелал крепкого здоровья.